ТАТИРА ТИНДАТА ТАТИРА ТИНДАРИТ ТАТИРА ТИНДАТА ТАТИРА ТИНДАРИТ Всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на канал Коротко А Не Коротко. С вами Кин и это рубрика Быстрое мнение. Рубрика где я быстренько выскажу свое личное мнение касательно второго сезона сериала Академия Амбрелла. Да, называется что опомнился. Если же кто-то не знает что это за сериал, то смотрите мой обзор. Я читал многие комментарии касательно второго сезона АА. Многие из которых были из разряда, что второй сезон вышел лучше первого. Лично я с этим не соглашусь, потому что для меня первый и второй сезон где-то на одном месте. То есть я как влюбился в первом сезоне в этих персонажей, так и люблю их до сих пор во втором. Ни больше, ни меньше. Сразу должен отметить, что если первый сезон дополнял комикс, то второй отошел чуть дальше от первоисточника. Плохо это или хорошо судите сами. Но как по мне это довольно круто. То есть ознакомившись с около общим началом, читать про ребят разные или немного разные истории. Из того, что меня действительно порадовало. И что порой радует меня во многих современных кино и сериалах. Это то, что тема ЛГБТ и борьба с расизмом важна для сюжета, а не просто вставлена для галочки. То есть вырви ЛГБТ или расизм и повествование изменится. Из того, что меня не порадовало, так это несколько неуместных шуток. Одно из таких могу сейчас вспомнить, это пердеж в лифте. То есть, если без спойлеров. Была сцена, где было много пердежа и пота. И это было оправданно сюжетно. Ну а сцена с пуком в лифте была просто неуместна и тупа. И из разряда не очень идей могу отнести вечное пропадание отца семейства, приютившего Ваню. Да, типа он там заключает сделки, это все понятно. Но как по мне это выглядело, будто про него просто забывали, забивали между делом. И потом вспоминали. Позабавило то, что после второго сезона люди пожаловались, что в сериале видна тема инцеста. Между Лютером и Эллисон. А я напомню, что они не родные брат и сестра. А еще к таким людям возникает вопрос. А где вышлялись в первом сезоне? В котором отчетливо было показано, что они еще с детства неровно дышат друг другу. Ну а так, если подытожить, то второй сезон для меня просто шикарен. Шикарные шведы, тема с Ольгой Форогой. Конечно же шикарен Клаус. И я когда-нибудь сделаю себе такие же надписи на руках. И вообще шикарен весь сезон, который я проглотил просто на одном дыхании. Ну а самая концовка. Ох, я считаю преступлением так заканчивать сезон. Ну а на этом у нас все. И всем большущее спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ну а в описании для вас я оставлю ссылку на просмотр сериала. А также ссылки для вашей поддержки канала. И ссылки на мой инстаграм и группу ВК. В которой мы иногда вместе что-нибудь смотрим. Ну а я же как обычно пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. Пока. И как же шикарно вести обзор в маске. Можно вообще промолчать все видео, а звук наложить потом.